Мы находимся на House Constructions 2017, конкретно на выставке ретро-компьютеров. Сергей Фроров, наш постоянный экспонент-экспонат-экспонент, расскажет на этот раз про терминал Видеотон. Что это такое? Добрый день! Терминал Видеотон производства венгерской фирмы. Эти терминалы устанавливались в 80-х годах и подключались к большим компьютерам типа SMVM или ESVM. То есть стоит большой-большой мейнфрейм и от него разветвление на 20-30 рабочих мест. Рабочие места – вот эти терминалы. Терминальчик очень хороший, все люди, которые с ними работали, с этими венгерскими Видеотонами, они все нравились. Клавиатура очень приятная, герконовые кнопочки, дисплейчик приятный, зеленые цифры. И самое главное, у них очень хорошая надежность была. Он совместен с WT52, да? Да, он должен быть совместен со стандартным интерфейсом WT52. У него для этого есть сзади последовательная плата. Сейчас можно открыть, посмотреть. Да, открой. Вот так вот интересно он поднимается. И здесь защелочка. И можно смотреть, ковыряться в платах. Вот, например, в этом терминале, вот одну лишнюю плату мне дали АЗУ. Посмотреть, вот так она выглядит. Здесь видно наши советские микросхемы, которые шли на экспорты, импортные. Вот хорошо было иностранным фирмам, они могли закупать за рубежом, в странах, любые микросхемы, которые хотели. Вот, очень удобно. А что здесь вообще, как каждая плата, ты знаешь, что она делает? Вот эта плата, например, плата АЗУ, есть плата процессора с прошивкой и с интерфейсом клавиатуры, плата с ПЗО, плата связи еще с последовательным интерфейсом. Ну, в общем, каждая плата занимается, у меня плата видео, вот эта плата видео. Каждая плата выполняет свою конкретную функцию. А процессор какой? А процессор я не помню, но можно сейчас посмотреть. А посмотри. Сейчас я его выключу. А самый большой, конечно, блок питания там, да? Да, самый большой блок питания, а здесь вот наверху видео можно посмотреть. А вот и процессор. Вот он, 80-80. Ну, стандартный для тех времен, принц. Да, стандартный для тех времен. Четыре микросхемы ПЗУ с прошивочкой. Ну, а дальше стандартная логика. Тут ПЗУшки, по-моему, импортные, да? А остальное? Да, ПЗУшки импортные. Да, остальное тоже все импортное. Ну, вот наша вот одна экспортная. Причем, что интересно, на наших экспортных микросхемах вы никогда не увидите эмболему завода-изготовителя, стирали. Такой терминал. Так, а воткни, пожалуйста, обратно. Включи его. Тут надо сзади подойти и разъемчик воткнуть. Он вообще что-нибудь умеет, то есть сам по себе? Ведь он же к компьютеру сейчас не подключен, он сам себе компьютер. Да, он, если он не подключен, он находится в режиме офлайн, и на нем можно просто что-нибудь набить от себя. В принципе, вот этот режим, когда что-то набивается, он для того, чтобы что-нибудь набрать и потом уже передать прямо в компьютер. То есть человек набирает, смотрит все, что правильно или неправильно ввелось, и передает на большую ЭВМ или на печать. Ну, то есть смысл в том, что это как бы такой монитор с клавиатурой, такой очень умный. Да, это монитор с клавиатурой, только умный. Вот были такие дисплейчики SM7209, если помните, мера фирма. Их сзади переделывали, и делали из них полноценный компьютер. То есть там обычный процессор стоит, обычная прошивка, прошивку одну меняли на другую, и уже можно было использовать как обычный компьютер. А что означают кнопки, которые вот, ну, понятно, что цифры буквы, все с ними понятно, а вот остальные? Послать страницу, послать строчку, линейный режим, печать. Здесь вот все очистить можно, вот мы что-нибудь набрали, раз, очистили, очистить страницу, очистить строчку. Это чисто кнопочки для того, чтобы удобно было редактировать. А лампочки? Лампочки, вот офлайн сейчас режим, у него нет связи с компьютером, можно перевести связь с компьютером, можно задержать изображение на экране, чтобы оно никуда не переходило. Это индикатор альтернативный, каких-то альтернативных кнопок на клавиатуре, управление печатью. И автоматическая печать. Кнопочки, перевод строки, возврат. В общем, здесь интересно, что сначала нажимается возврат, переводится курсор на первую позицию, потом нажимается лайнфит, и он курсор сдвигает уже вниз на одну строчку. Клавиатура и Цукин, да, я вижу? Не Куверти. Клавиатура и Цукинг, это стандарт для советских компьютеров. Вот я когда начинал с клавиатуры и Цукинг, довольно много времени потратил для того, чтобы перейти на Куверти. Но ничего, перешел, и уже не замечаю, как лицо Куверти – это дело времени. Понял, спасибо. Пожалуйста.